Чао, сеньоры и сеньориты! Запилил подборку самых ожидаемых игр на 21 год. Ставлю, что любой из вас скачает хотя бы одну игру из этого топа в течение года. Если нет, пришлю фотку без маски в личку. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Поехали! Начинать с козырей не буду, но Crash Bandicoot обещает быть лучшим раннером в Google Play. И это при живом Subway Surfers. По заверениям разработчиков, в игре будет более 100 часов геймплея, 50 боссов и 12 разных земель. Разнообразие препятствий просто зашкаливает, а возможность юзать оружие только добавляет экшена в геймплей. В некоторых странах релиз уже состоялся, но в наших краях Crash Bandicoot появится не раньше конца марта. Кстати, непосредственной разработкой занималась студия King, которая более известна по серии Candy Crush. Я бы сказал, что ссылки на все игры оставлю в описании, но, к сожалению, со мной играми до релиза не делятся. А все из-за того, что нет миллиона подписчиков. Исправляйте! Всем, кто жаловался на отсутствие ПК, посвящается. У меня сломался компьютер. Пробовали выключить? Включить? Нет, но попробую. Спасибо. Королевская битва Apex Legends врывается с двух ног на рынок мобильных устройств. Ходили слухи, что это вообще будет кроссплатформа, но подтверждения я не нашел. Сама битва проходит с участием 60 игроков. Можно использовать маяки возрождения для воскрешения союзников, смарт-систему по сбору только необходимого снаряжения, и еще обещают совершенно новую систему десантирования. Они обещают, а мы проверим. Единственный минус. В самом лучшем случае релиз состоится в октябре 21-го, а в самом плохом в сентябре аж 22-го. Наша задача скрестить пальцы и ждать. Хотя, может, уже достаточно королевских битв? Жду экспертное мнение в комментариях. То есть, если тебе кто-то другой скажет, *** знает, ты потом *** не разбирается. А я тебе говорю, *** знает, это прямо авторитетно. Продолжаем. Видимо, разработчики Fallout Shelter Online для мобильных платформ решили закосплеить коронавирус и выпускают игру за пределы Китая. Помните, когда-то жизнь была простой и прикольной? Не пахнет. Предварительная регистрация доступна только в Юго-Восточной Азии, но скоро доберется и до нас. Fallout Shelter Online в каком-то роде сиквел, но не обошлось без изменений. Действия проходят в содружестве с Fallout 4. В оригинале же местонахождение убежища было под вопросом. Игроки смогут встретить знакомых персонажей и локаций. На это сделан больший упор. Также в игре имеется ПВП-режим. Обитатели убежища больше походят на реальных личностей с различиями по характеристикам и внешнему виду. В 2021 году должна выйти мобильная версия ролевого экшена Dauntless. Действия происходят в постапокалиптическом сеттинге, а мир состоит из плавающих островов. Игроки охотятся на бегемотов, но не тех симпатичных зверюшек из детских книжек. После краха цивилизации они стали пожирать все на своем пути, в том числе и людей. Можно играть как одному, так и в кооперативе до четырех человек. Со временем ваш персонаж прокачивается, получает новую экипировку и так далее. Чем-то напоминает World of Warcraft. А еще компанию разработчика недавно купила Гарена, та, что Free Fire. Так что ждем отсылки к популярной королевской битве. Сроки выхода пока не разглашаются. Еще одна хорошая новость. Path of Exile теперь будет доступна не только на ПК, но и на любом смартфоне или планшете. Для тех, кто не в курсе, Path of Exile позиционируется как идеальная Диабло. Найс. Игроков ждет более десяти длинных сюжетных актов. Проходить Path of Exile можно как в одиночку, так и с компанией. Но для этого надо выбрать один из нескольких классов и настроить собственный пул способностей. Разработчики заявляют, что система карт ПК-шной версии идеально подходит для коротких игровых сессий на смартфонах и что они не пойдут по стандартной дорожке «плати, чтобы побеждать». Заявление громкое. Надеюсь, авторы не переобуются в воздухе. Нам жаль. Нам жаль. На пятом месте Don't Starve New Home. Я, если честно, мало что знаю об этой игре. Но вот что удалось нарыть. Это мобильный спин-офф выживалки Don't Starve. Разрабатывается китайцами. Игрок выступает в роли ученого Уилсона. Какой-то демон похитил паренька и отправил в дикий мир. Вам предстоит выживать в этом мире и попытаться выбраться из него. Каждая игра начинается в рандомном месте на сгенерированной карте. Цель – выжить как можно дольше. За это даются очки опыта. В свою очередь их можно тратить на открытие новых персонажей. У каждого из них свои фишки. Например, Уилсон умеет отращивать бороду, из которой можно создавать редкие предметы. Бета-тест Don't Starve должен вот-вот начаться, поэтому уже заряжайте смартфоны. Всем, у кого нет проблем с музыкой, советую в июле скачать Lightbreak. Это музыкальная игра, где вам предстоит решать головоломки с благородной целью. Помочь девушке общаться с матерью. По сюжету одна не может говорить, а другая видеть. В итоге нашелся музыкальный инструмент Saz, который помогает общаться с помощью музыки и головоломок. Я пока сам не понял, как это будет работать, но тем интереснее. А еще в Lightbreak пользователи смогут создавать собственные уровни и делиться ими с другими игроками. Других подробностей у меня пока нет, но если есть у вас, просьба поделиться. Вот мы плавно и подошли к самым козырным играм, чей выход запланирован на текущий год. Ловите! Diablo Immortal! Это приключенческий экшен от Близзарда. Практически не нуждается в представлении. Скажу только, что действия происходят в промежуток между Diablo 2 и Diablo 3. Нас решили поближе познакомить с Архангелами Теорелем и Молтаэлем, с приключениями Дикарда Каина и, конечно же, похождениями шестерых разных героев. Варвара, крестоносца, охотника на демонов, монаха, некроманта и чародея. Все это будет происходить на разных локациях с использованием разнообразного набора способностей персонажа. На Diablo Immortal у меня особые планы. Скрестил пальцы. Если кто-то начал возмущаться, мол, как это, Диабло, всего лишь на третьем месте? Это возмущительно! Я протестую против заявления сенатора! То у меня для вас готов ответ. Второе место – League of Legends Wild Drift. Это мобильная версия одной из самых популярных игр в мире была создана с нуля специально для наших с вами Xiaomi. Зачем платить больше, если есть Xiaomi? Управление полностью переработано, а матчи должны стать еще динамичнее. Идеальный вариант – собрать тиму из пяти человек, выбрать чемпиона и в путь. Еще были заявления, что любого чемпиона Wild Drift можно заработать без доната. Надеюсь, это хотя бы на 50% правда. Лол Wild Drift уже есть в Google Play, но заветная кнопка зарегистрироваться пока не кликабельна. Что ж, подождем немного. Ну а вот и самая ожидаемая игра года. Во всяком случае, по версии журнала 3310. Перед кем ты выпендриваешься? На меня подобный пафос впечатления не производит. Что ты делаешь? Убиваю чудовищ. Это случайно вышло. The Witcher Monster Slayer представляет собой аналог Pokemon Go, только во вселенной Ведьмака. Тестовая версия доступна на iOS, да и то в России. Игроки должны будут в дополненной реальности охотиться на чудовищ, собирая с них трофеи. Для разнообразия добавили возможность выполнять различные квесты, прокачивать персонажа, собирать снаряжение и главное вариделье. Не из боярышника, конечно, но тоже пойдет. Когда последний раз пили боярышник? Сегодня. Как вы себя чувствуете? Скоро Ведьмак должен появиться и на андроиде. Кстати, если я правильно понял, самого Ведьмака там не будет. Только некоторые знакомые персонажи. Ох, сука, ты меня не видел. Вот люди пишут что-то оригинальное, а я по просьбе агента накалякаю. Даже дурацкий коммент помогает в продвижении роликов. Кому не впадлу, начирикайте мне что-нибудь под видео. С меня сердечко. Где-то год пройдет, и я уйду, если меня не заметят. Я вижу каждого. А вот ты, например, руки из-под стола достань. Как говорил мой учитель по математике, руки у мальчиков должны лежать на столе. Интересный факт. Скоро лимон, а значит агент скоро покажет лицо. С такими темпами я уже состарюсь и не захочу показываться. Открой ты мальчиков, отставить. А еще вопрос. Ты вместо воды в борщ добавлял водку? Всегда так делаю. Не знал, что в борщ воду добавляют. Очень вкусно получилось. Кто мальнадец, я мальнадец. Интересный факт. Где стенд-офф 2? Это же русская игра. Получается, что я официально наложил в штаны. В следующий раз исправлюсь. А что, в туалет не могли нормально сходить? Обязательно в штаны надо было. Испугались? Обоснулся. Как там Беларусь? Отметили Новый год. Ели картошку на Новый год. Лично я ничего, кроме картошки, не ем. Завидую всем, у кого есть водка и балалайка с ручным медведем.